Что это перед вами и что означают эти иероглифы? Не мучайтесь, все просто. Это озеро Байкал. Как это пишется по-китайски, вы видели? Теперь запомните, как произносится. Внимание! И еще раз. Ну, на всякий случай, вот еще и транскрипция. Китайский нам надо всем срочно подтягивать. На этой неделе россияне поставили более 50 тысяч подписей под петиции против китайской экспансии на Байкале. Письмо адресовано Валентине Матвиенко. Сибиряки просят не продавать нашим восточным соседям землю и следить за тем, что они, как там строят. Уже 10% листвянки, это популярнейший курорт Иркутской области, скуплено гражданами КНР. Екатерина Перевалова о том, как сосед приехал в гости и остался навсегда. Китайские иероглифы на указателях и вывесках жители байкальских поселков уже не удивляют. Последние годы интерес граждан КНР к самому глубокому пресноводному озеру мира значительно вырос. Но потоку туристов рады не все. Заселяют нас китайцы, все застроили вокруг, скупают по дешевке земли и захватывают нас потихонечку, без войны. Российское законодательство позволяет иностранцам приобретать в нашей стране землю, кроме сельхозугодий. Только в поселке Листвянка граждане Китая уже купили около 30 участков под индивидуальное жилищное строительство. Вместо домов они строят трехэтажные коттеджи, а потом принимают в них многочисленные делегации туристов, земляков. Работают в таких гостиницах тоже граждане КНР. Зачастую фирма, которая осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, она зарегистрирована тоже в Китае и, соответственно, налоги уплачивает там. Сегодня в Листвянке работают только три легально построенные и зарегистрированные гостиницы на землях, принадлежащих гражданам Китая. Но по наблюдениям жителей, примерно в 10-15 коттеджах, оформленных как жилые дома, туристов принимают за деньги. Сейчас строится еще несколько зданий, но доказать, что это будут гостиницы, чиновники не могут. По нашему заказательству мы никак ничего не можем сделать. Куда бы амнистрация ни писала, куда бы мы ни писали. То есть были проверки, проверки приезжают, смотрят на это дело, говорят, мы не можем ничего сделать, так как этот дом строят. Когда построят вывеску, повешают, тогда мы что-то можем сделать. А на этом месте строить вообще ничего нельзя. Участок, выкупленный гражданкой КНР, попадает в санитарную зону кладбища. Это подтвердил и областной суд. Но пока шли разбирательства, застройщик успел изменить рельеф береговой линии Байкала. Срезал скалу, где были сакральные рисунки древнего человека. Стройка признана незаконной, но продолжается до сих пор. На днях сюда нагрянул ОМОН, силовики задержали нескольких работников. Но на их место тут же пришли новые, среди них есть и жители самой Листвянки. Вы знаете, что здесь незаконно строится это здание? Да. А? Да. Знаете? Да. А почему участвуете в этом? Мы ходим, там мы работаем. Вы всего... Я тут работаю прям. Власти Листвянки пытаются с этим бороться, но силы не на их стороне. Прокуратура Курского района вышла в суд о запрете строительства данных земельных участков. То есть мы пойдем, как сторона по делу, в качестве третьего лица. То есть, ну, работа ведется, она, конечно, не быстрая. Они быстрее строят, чем ведется работа в правовом поле. Жители говорят, китайские бизнесмены и туристы уже нанесли ландшафту и природе Байкала колоссальный урон. В некоторых отелях не прокладывают даже канализацию. Все это сливается у них в родник, вы представляете? И в Ангару. И затем в Ангару, в Байкал. Вот и все. Этот беспредел нужно заканчивать. Для них урн нету. Они покушали, бросили тут же. Ну, подбираем, ходим. И в лесу убираем мусор, вывозим мешками. А что нам остается делать? На свалке жить? Возмущает жители и то, о чем говорят туристы из КНР с гидами. Некоторые заявляют, что раньше Священное озеро было Китайским морем, и сейчас оно временно принадлежит России. Видеооператор Антон Кудрявцев по заказу одной из турфирм несколько раз снимал экскурсии китайских делегаций. На одной из экскурсий я начал туристам из Китая рассказывать о легендах озера Байкала. Они меня прервали с таким интересным мнением, что они считают, что озеро Байкал принадлежит их государству, их стране. Я, конечно, был удивлен, пытался объяснить, убедить, что это историческая ошибка какая-то, на что гид мне сказал, что пускай они так считают, главное, что они нам платят деньги. Сейчас в Листвянке ждут нового федерального закона, который урегулирует право покупки и использования байкальской земли. В начале декабря активисты создали петицию против массовой скупки участков гражданами Китая. Под ней уже подписались больше 52 тысяч человек. Екатерина Перевалова, Галина Сотникова, Крысовки, Никола и Листвянка, Иркутская область, ОТР. Для справки, в этом году на Байкал в качестве туристов приехало почти 200 тысяч граждан Китая. Год назад их было почти в 5 раз меньше. У нас в Сибири проживает 24 миллиона человек. 24 миллиона человек. А в Китае 1 миллиард 400 миллионов почти. Так вот, если даже 100 миллионов из Китая уедет и приедут они в Сибирь жить, Китай, по сути, отток этих 100 миллионов не заметит. А мы, просто-напросто, вот жители Сибири, мы просто растворимся в этой огромной массе китайцев.